Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi RVR 1993 года выпуска. 2 литра турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 315 тысяч километров. Заменю на нем коробку. Выбивает задняя передача по прямой. Если чуть резче сцепление отпустишь, выбивает. Чуть какая горка, все, уже даже рычаг не удержишь, выбивает. Хозяин нашел где-то на разборке коробку. У них еще маркировок, там 5 или 6 вариантов. Последние буквы вроде бы как не сходятся по каталогу, что у него должно быть. Но первые сходятся. Открываю капот, смотрим, что снять сверху. Отсоединяем клемму аккумулятора и поднимаем автомобиль. Снимаю батарейку. Потом сниму корпус воздушного фильтра, чтобы здесь удобнее было подбираться. Троса кулисы у нас идут сверху. Сразу их тоже отвяжу, откину. Но потом все равно нам возвращаться на эту сторону. Пока делаю это. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сантехнический переходник. Смотрите продолжение в следующей серии. После этого крепление тросов к механизму кулисы. Тоже сниму шплинты и троса уже смогу сюда приподнять, в сторону отвести, чтобы они не мешали. После этого откручиваю трос спидометра. Вот оно находится. Кстати, с разведкой и откручиваю его. Все, трос спидометр открутил. Ну и так, основное это здесь все. Потом уже поднимаем снизу, все разберем, опустим. И, наверное, сразу. Вот два крепления, две гайки на подушку. Кронштейн. Его даже можно будет полностью не снимать, подушку оставить на месте. Хотя удобнее, наверное, будет снять. Удобнее будет снять, да. Вот в таких местах гибкие удлинители. Очень удобно ослабить, ослабляешь и уже добираешься, чтобы открутить им. Также потом наживил, затянул. Время теряется, время экономится. Убираем в сторону вот эту проводку, чтобы она не мешала. Кулисы я отсоединю. Вот два крепления. Поднимаю их вверх, тоже, чтобы не мешали. Ну и сразу здесь до болтов, до которых смогу добраться, откручиваю. Также здесь вот крепление стартера, два болта и верхние болты. Они особо сейчас у нас роли не играют. Все, пока здесь все. Также открутил две гайки с подушки. Кронштейн на свободе. Открутил четыре болта. Два болта на стартере и два болта верхнее крепление к блоку коробки. Ну и все остальное уже буду крутить снизу. Но перед этим я сейчас возьму траверсу, поставлю. Закреплю двигатель, потому что три крепления, которые у нас из четырех, находятся на коробке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в наш канал! Все, двигатель подвешен такой траверсой, очень удобно. Теперь я снизу все отвязываю и не боюсь, что у меня отвалится. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль и тут еще станцев с бубнами предстоит очень много. Человек делал все, лишь бы машина передвигалась, но при этом все стоило очень дешево. Глушитель варен и переварен и стыки на стыке. Ну ладно, это полбеды. Мы сейчас откручиваем штаны от турбины. Нам это надо сделать, потому что, чтобы снять коробку, нужно снять раздатку сначала. А чтобы снять раздатку, нужно снять глушитель. Приемные штаны. Здесь кусок жигулевский варен. Вот он, классика. Ну, посмотрим, здесь соединение на болтах. В принципе, если даже не открутится, то мы их срежем, заменим на новые. Подвесной подшипник. Здесь что-то мудрили, 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 и он все равно дышит. Стук в нем идет. Вот он, не затянут. Муфту меняли. Новая стоит. Но почему не заменили заднюю крестовину, вот это непонятно. Глянул на крестовину, а она мертвая. Судя по муфте, то делали ее недавно, перед продажей. Все, тут нет крестовины. Она уже высыпалась. Как бы еще не набило бы саму вилку. Ладно, кардан нам тоже надо будет снимать. Что-то придумывать. Днища в автомобиле нет. Куски вваренные сплошным швом. Но еще здесь вот висели. Вот так должна крепиться подушка заднего соленблока. Один болт вот в этот идет, лонжерончик. Второй вот в этот. Он как вилкой разделен. А с этой стороны, видать, был хороший удар. Автомобиль не дотянули. И смотрите, насколько сместили в сторону крепления. И вот я здесь не пойму, они что сделали. Они приварили болты к лонжерону. Да, они приварили болты сбоку. Ну, где-то два с половиной сантиметра. Они сместили рычаг в бок. Это... Слов нету. Нету. Что я могу сказать? Раздатка вся мокнет. Но с ней мы ничего делать не будем. Как сниму грязную, так и поставлю на место грязную. Потому что неизвестно, что у нас еще с коробкой. Потому что коробка тоже не контрактная, а просто с разборки. Будет ли она работать, не будет, я не знаю. Ладно. Откручиваю глушитель. О, что ж... Парень. Давайте раздается. Что? Музыка. Музыка. Пробок. Музыка. Музыка. А пистолет не может. Аплодисменты. Как-то идёт очень жёстко, быстрее всего шпильку оборвёт. Аплодисменты. 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 Постараюсь сохранить шпильки. Температура и коррозия сделал свое дело, гайки не от глушителя, а от чего-то другого поставили, просто закипели и заржавели. Буду расшатывать. Добавляем шпильки. Да, эти танцы надолго, камеру убираю. Не прошло и получаса, я оставил шпильки целые и одну и вторую расшатал, раскрутил. Единственное, сзади соединение у меня один болт только лопнул, но что хорошо, он уже был уменьшенного размера, на 8,8 стоял, поэтому он с гайкой ничего высверливать не надо. Откручиваю подушку и снимаю штаны. Сливаю масло с раздатки и затем с коробки. Здесь вот головка на 24, пробочка снизу. Вот это затянуто. Сливаю масло снизу. Сливаю масло снизу. Это все что ли? В раздатке 50 грамм масла. Даже 50 не будет. Ладно, пусть стекает. Но я не ошибся, с коробки даже 50 грамм масла не вытекло. То есть с раздатки, а не с коробки. И сливаю масло с коробки. И сливаю масло с коробки. С коробки находится в углу. Хоть в коробке не затянуто так сильно. В коробке побольше масла. Это-то радует. В коробке литра два стекло. Может быть чуть-чуть побольше двух литров. Вот все-таки не ухоженный автомобиль. Он есть и не ухоженный. Вот с этим приводом. Он не должен так ходить и не должен так греметь. Пошел на другую сторону. Мало того. Вон еще оказывается есть шлицевая. У него там расколочено. Он входит в ней. Так и она двигается. Вот она. Она не защелкнута. Снимаю привода. Откручиваю с обоих сторон стойки стабилизатора. Одно. Верхнее крепление нижнее полностью не снимаю. Откручиваю шаровую опору. И откручиваю гайку привода. Благо здесь недавно крутил. Откручиваю шаровую опору. Гайка на 19. Я ее открутил. Она упирается в привод. Дальше крутить не надо. Просто резьбу на пальце испортите. Опускаем вниз рычаг. Опускаем вниз рычаг и дооткручиваем до конца гайку. Все. Привод выведен. Недавно его менял. Граната нормально не хрустит. Работает. Но теперь меняя коробку. Понимаю что надо и внутреннюю гранату менять. Потому что она здесь вся разбита. Либо сама граната либо быстрее всего промежуточный вал. Ну вторую сторону я тоже сейчас сниму. А здесь помимо всего нам надо открутить вот этих два болта и снять вот этот промежуточный вал. Кстати промежуточный вал тоже гуляет. Такого хода у него не должно быть. Откручиваю два болта и одну гайку. Головка на 17. Здесь какой-то дополнительно самодельный кронштейн поставили. А для чего? А для чего? Непонятно. Говорю непонятно для чего вот эту пластинку сделали кронштейн. А теперь все понятно. Открутив ее и открутив это у нас целиком отходит. Он не только отходит он еще и слазит. Подшипник прослабленный и не держится. А здесь... А здесь... А здесь даже нету отверстия, потому что блок от другого автомобиля. Двигатель контрактный и отверстие здесь не предусмотрено. Вот так вот я его слепила из того что было. Снимаю кардан. Спереди нам ничего делать не надо чтобы кардан снять. А здесь нам надо снять вот эту планку. Хотя, хотя, хотя... Вот эту планку я снимать не буду. Останется она на месте. Откручиваю подвесной и откручиваю сзади от моста. А потом просто кардан целиком вытащу. Вот в этой планке. Одни на двенадцать, другие на тринадцать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытаскиваю кардан Ну вот, а теперь надо откручивать раздатку Раздатку Раздатка крепится пятью болтами Головка на семнадцать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все, можно снимать Беру монтажку, поддеваю Вся раздатка снята Раздатка садится отдельно на этот вал Не так, как всегда, на привод Здесь у ней по-своему Снимаю пыльник Снимаю пыльник Этот пыльник Можно было не снимать Но я его Сниму, чтобы не загнуть Цилиндрик Рабочее сцепление Сниму, а у меня сойдет пыльник Ну, теперь что У меня остается только снять лыжу Откручиваю два болта на подушку Два болта сзади Болт на передней подушке И два болта спереди на телевизор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА